Добрый день! С одной стороны, никто не сомневается, что ремонтировать надо. С другой возникает просто масса вопросов, кто должен ремонтировать, кто за это должен платить, сколько должен стоить этот ремонт, как формируется очередность и так далее. Сегодня эти вопросы и по договорам звучали, и многие другие, и по стоимости. Отчасти на это повлияла наша с вами инертность. Мы, все жители страны, воспринимаемый закон как что-то, нечто там далеко стоящее, и мы начинаем им заниматься после того, как получаем платежки. Что у нас и получилось с этим проведением капитального ремонта. До тех пор, пока не было платежек, мы все с вами, ну, чего-то ждали, так скажем. Хотя, в принципе, вот на мой взгляд, в этом есть вина и власти нашего города, и области в том числе. Еще в прошлом году, я считаю, что необходимо было озадачиться этой проблемой системно отставить интересы жителей города. Понятно, что активность власти в таких вопросах не добавляет ей бонусов в глазах областного руководства. Но и молча смотреть, как клеит искра недовольства населения города, власть тоже не имеет права. Платить или не платить, вопрос не стоит. Вопрос в том, сколько платить, и каковы гарантии того, что через 5 или 10 лет у нас не поменяются правила игры. Жители хотят, в первую очередь, прозрачного формирования тарифов. Сегодня этой информации просто нет. А та, которая есть, вызывает больше вопросов, чем ответов. Я, ну, есть живой пример, на мой взгляд, с Единой Россией мы запросили информацию вообще по формированию тарифов, нам пришел ответ. И, ну, пример расчета. Дом по улице Бульвар Космонавтов, дом номер 58. Я не буду все смертные затраты называть, да, в общей сложности 31 миллион 661 тысяча. Это примерный расчет. Но, тем не менее, ремонт фасада в этом доме почти 6 миллионов рублей заложен в расчетную стоимость. Ремонт такого фасада, в принципе, не производится. По одной простой причине, это мраморная крошка, и если его производить покраска, она сыпется. Ну, это я уже как строитель просто говорю. Поэтому вот такие вопросы, вернее, такие расчеты, они вызывают у людей массу вопросов. И говорят, на мой взгляд, говорят больше о том, что расчеты эти, в принципе, делались формально. Тогда заключение контрольно-счетной палаты о том, что тарифы ниже обоснованного уровня, ну, у меня вызывает вопрос. На сегодня есть проблемы с очередностью проведения капитального ремонта. Необходим четкий и прозрачный механизм составления очередности. Понятно, что учесть все пожелания жителей сложно, но если мы будем проводить капитальный ремонт в доме, который более свежей постройки, это также вызовет массу вопросов. Еще один пример. Сегодня проходят обследования дома, насколько я знаю, по улице Ленина за техникумом. Ну, на мой взгляд, дома не такие старые. И вот у меня здесь в округе есть дом, по миру 31А. Там реально вертикальная трещина во всем доме. То есть стена лопнувшая, она там заделана, которая требует, ну, мне кажется, даже вызывает некую опасность проживания в этом доме. Почему, вот если мы не урегулируем, то есть и фонд, и в том числе и муниципалитет, вот эти вопросы, недоверие к вообще этому вопросу просто будет только возрастать. Ну, и вопрос по формированию тарифа, да, я не буду... У меня вызывает простой вопрос в том, чтобы стоимость самих тарифов, почему для Братска выше, чем для Иркутска, к примеру, да, или для Ангарска. При средней заработной плате в Иркутске 33 тысячи, я беру только статистику, и в Братске 32 тысячи, да, то есть население города Братска физически менее платежеспособно перед тем же городом Иркутском. Поэтому, на мой взгляд, это должно как минимум быть учтено. Те заявления фонда, представителей фонда о том, что у нас нет базы строительной индустрии, что у нас нет подрядных организаций, что мы... К нам будут ездить кто-то ремонтировать, ну, мягко говоря, это удивление. У нас есть строительные организации, у нас есть даже организации, которые могут провести обследование зданий. И в этом вопросе есть один еще маленький нюанс, на мой взгляд. То есть, иногородние организации, проводя капитальный ремонт в городе Братске, налоговую составляющую будут оставлять в городе Иркутске. То, что тоже для нас немаловажно на самом деле. Мы говорим о рабочих местах, мы говорим о налогах, и при этом у нас будет приезжать добрый дядя и за нас что-то делать. Я считаю, это в корне неверно. И причем попытка, на самом деле, на сайте фонда найти какую-то информацию о выборе подрядчиков, нам, ну, там есть баннер, потом, ну, говорят, извините, временно не работает, когда будет работать, Бог его знает, да? Да. Ну, вот в этом вопросе выбора подрядчика, кроме занятости, я уже сказал, да, что мы потеряем просто и налоговую составляющую. Если еще так же, если работники фонда будут отслать пенсионеров, ну, не только пенсионеров, к чтению газеты областного вместо разъяснения, градус недоверия будет только возрастать. В заключении, хочу сказать слова благодарности исполкому братского отделения ИНО России, лично Захаровой Тамаре Павловне, пусть как бы это ни звучало, но, тем не менее, этот круглый стол готовился достаточно сложно, и мы понимаем проблематику эту. Я уверен в том, что наша резолюция станет отправной точкой для наведения порядка вопроса поведения капитального ремонта. Я абсолютно уверен в том, что ни у президента нашей страны, ни у губернатора нашей области, ни тем более у мэра нашего города, ни в задаче сделать жизнь наших жителей хуже. Я уверен, что задача стоит в том, чтобы мы с вами жили все в комфортном жилье. И, на мой взгляд, сейчас необходимо найти компромисс в решении вот этого вопроса, то есть между тем, что необходимо, какие средства, между тем, что необходимо провести, какой капитальный ремонт, и, между тем, насколько население вообще готово оплатить. И вот оставшуюся часть все-таки на себя должно взять государство. У меня все. Спасибо, Владимир Юрьевич. Спасибо. 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 Спасибо.